Начинается сейчас эта паника, начинается этот дискомфорт. Почему он начинается? Потому что отсутствует правильный диагноз, правильное понимание ситуации. Вот насколько важна верная, точная диагностика. Представь себе, человек нащупал у себя второй нос. Ну, так бывает при некоторых заболеваниях. И он начинает беспокоиться. Он идет в поликлинику, а ему там сообщают, что просто переутомление. Может быть, у вас несварение какое-нибудь. И от этого второй нос. Потом у него по всему телу начинают расти волдыри, наслаивающиеся друг на друга. Часть из этих волдырей лопается, часть отвердевает. Тревога пациента, она, естественно, усиливается. Он истерикует, впадает в ступор. Затем начинают по фаланговым сгибам отпадать мизинцы. И все это, в общем, рождает панику. Он бегает по друзьям, знакомым, врачам. Показывает отвалившееся ухо фаланги мизинцев. И уверен, что вот с ним происходит что-то загадочное, неведомое, ужасное и невозможное. А потом кто-то ему рано или поздно говорит, ха, фигня какая, у тебя лепра, это проказа, так и должно быть. А-а-а, лепра, говорит он, проказа. Ну точно. А тогда все нормально, тогда так все в порядке и должно быть. И вот пациент, вероятно, чувствует огромное облегчение. Болезнь названа, симптомы совпадают. Если проказа, то все по плану, все как полагается. И вот здесь, в России, сейчас, в сегодняшней России тревога и паника общества только потому, что они не знают и не могут поставить правильный диагноз. Наивные интеллигенты, они думают, что живут в какой-то там демократической стране и продолжают по привычке думать. И с этим понятием действительно все происходящее никак не совмещается, никак не контактирует, а вызывает ощущение страшного сна, кошмара, что в нормальной демократической стране этого не может быть. Усугубляется эффект страшного сна, происходящее не укладывается в головах, свербит и кажется нереальщиной. И вот представление о демократии, о каком-то законе у них не сочетается. А просто надо правильный диагноз политический поставить. И он на данный момент абсолютно ясен. По совокупности прямых и косвенных признаков в России сейчас диктатура. Именно на букву Д вторая буква и последняя буква А. Диктатура. Причем, как мы знаем, эта диктатура не зависит, наличие или отсутствие диктатуры не зависит от некой формальной, от некого формального условия правления. Она может при этом называться как угодно. И как только все узнают, а, так диктатура же, так все нормально тогда, так и должно быть. Так только так при диктатуре и бывает. И все, Оля, вот смотри, я произнес это слово, и все встало на свои места. Все перестало быть загадкой. И все сразу сошлось. И 400 тысяч карателей, и бесконечные аресты, и цензура, и пропагандончики, и синие трусы, и режиссер Богомолов со своим халуйским ясновидением, который, вероятно, репетирует там роль Ванги, разрушительницы, поедательницы Европы. И действительно, это совершенно сочная, нормальная, банальная диктатура, которая, вот мы взяли и выяснили, да, мы действительно в ней находимся. Мы не заметили, как в нее пришли. А вы тоже не заметили? А? А вы тоже не заметили? Как мы в нее пришли? Слушай, это произошло, вот, понимаешь, до момента точного диагноза, такого вот лабораторного, когда я уже получил, грубо говоря, эту справочку о состоянии сегодняшней России, я тоже глазам своим не верил. И не надо драматизировать. То есть, вообще, так получилось, ничего страшного в этом нет, потому что и при Чанкайши, и при Бакасе, при Чаушеску, некоторые выживали. И один, да, вот при Бакасе один четыре года присидел на пальме в костюме обезьяны, его не трогали. Правда, открылась только, когда его выловили и продали в лондонский зоопарк, там он, в общем, вынужден был снять костюм и открыться. И это ужасно интересная жизнь при диктатуре, особенно для молодого поколения, которое понятия не имеет, что это такое. И вот тоже большая загадка, то ли режим сознательно шел к диктатуре, то ли она сложилась сама собой, просто как наиболее органичная форма для России, потому что есть такое понятие, как память металла. Вот металл терпит, 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 а потом под воздействием различных температур он вспоминает свою первичную форму и снова становится той самой закорюкой, которая когда-то была сделана. И вот эта вся диктатура, которая мало чем отличается от Пиночета, Бакаса, Хусейна, Лукашенко, и теперь в списке этих почтенных товарищей еще и Владимир Путин. Просто надо называть вещи своими именами. И какие могут быть вообще претензии к диктатуре, она другой никогда и не бывала и не может быть. То есть становится понятно, чего надо ждать, на что надеяться, а не заниматься какой-то фигней, вроде того, что там стыдить лакеев этой диктатуры, что у них где-то не связывается конституция с их закончиком. И у диктатуры есть два очень интересных свойства. Одно плохое, другое очень хорошее, супер классное. Плохое заключается в том, что вот эти вот издевательства, бессудные расправы, ложь, мания ментовского величия в зависимости от размера звездочек, это все пропитывает страну вот прямо как торт пропитывается ромом. Не бывает так, что наверху капризный и своенравный диктатор, а страна живет по закону добродушная и благофолучная. Так не бывает. Диктатура пропитывает собою все. И так полагается. И любой мент, любой омоновец, любой чиновник становится миниатюрной копией, маленьким-маленьким диктатором на своем уровне. Это тоже законный принцип диктатуры. Вот, кстати говоря, вот этот ОМОН, который выпустил 36 пуль из двух пистолетов Ерыгина в какого-то сельского землераспределителя, он ведь тоже, ведь там же была потрясающая реакция после того, как они расстреляли этого поселкового главу и в кабинет начальника уголовного розыска ворвались эти два росгвардейца, которые расстреляли дядьку. Они первым делом выхватили к силу и сказали, что ну-ка давай валя отсюда, видишь, кто мы такие. То есть вот эта вот диктатура, она уже прорастает. И это недостаток, это некоторый недостаток, но есть и огромное преимущество у диктатуры. Так. Она заключается, это преимущество заключается в том, что ее бесполезно бояться. Ты можешь быть кем угодно, ты можешь быть аполитичным модельером, ты можешь быть специалистом по музейному мрамору итальянскому 14 века, ты можешь быть парикмахером, к тебе все равно придут. Ты можешь говорить любые благонамеренные речи, придут. Ты можешь быть мертвецом, и тебе через Анубиса передадут в царство мертвых повестку. Ты можешь быть глухонемым, и тебя все равно осудят за скандирование лозунга. Но вот эта вот диктатура, она действительно вырабатывает подлинное бесстрашие, именно потому что бесполезно бояться, бесполезно быть законопослушным, лояльным, преданным. Все равно придут, да? И вот это бесстрашие, оно и приводит к иннуляции диктатуры. Потому что этот яд диктатуры, он прекрасен в себе, он содержит еще и противоядие. И это тоже догма, с которой, в общем, спорят бесполезно. Сейчас закон что такое? Просто повод одеть наручники. От этих наручников сейчас в России не застрахован ни один человек. Но чем свирепее, а мы только в самом начале, эта диктатура только расцветает, да? И чем свирепее эта диктатура, тем сильнее бесстрашие. Но вообще русские привыкли к диктатуре. Они никогда ни при каком другом строе и не жили. Потому что сперва были ханы, да? Потом была костюмированная, сакрализованная диктатура от Алексея Михайловича до Николая II. Диктатура царей, это был тоже абсолютно диктаторский авторитарный строй. Потом была диктатура Ленина Троцкого, потом был Сталин, потом красная диктатура этих полоумных старперов, которые громоздились на Мавзолее 7 ноября. У России вообще никогда не было опыта жизни не при диктатуре. Было несколько случайных, великолепных, шальных лет за всю ее историю. Все-таки были, да, мы с вами их помним. Да, и кто вот жил в 90-е, тот помнит. Но я думаю, что поскольку 90-е гарантированно повторятся, пригодится опыт. Я вот, например, понимаю, что, конечно, наибольший навар в такие годы получает не тот, кто пилит страну, а тот, кто имеет возможность собрать все опилки. А это не каждая должность дает такую возможность.